Лучшее, что дает нам история, это возбуждаемый ею энтузиазм. Я занимаюсь военно-исторической реконструкцией последние 10 лет. Начал ей заниматься с 15. Я педагог изобразительного искусства. Более 10 лет преподаю. Да, извиняюсь. Так, можно сначала, да? Реконструкцией занимаюсь один год, а также занимаюсь декоративно-прикладным искусством. В центре реконструкции я лично занимаюсь текстилем, костюмом. И в будущем планирую заниматься кухней 16-18 века. Увлекаюсь реконструкцией 3 года. Также до этого занимался танцами и в свободное время играю в футбол. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Помните голливудский фильм «Ночь в музее», где оживали экспонаты? Казалось бы, художественный вымысел. Однако это не совсем так. По всему миру существует множество музеев живой истории. И существуют они благодаря реконструкторам, которые оживляют ее, воссоздавая важнейшие события ушедших эпох. Как устроена историческая реконструкция и кто ей занимается? Давайте разбираться. Лично я под исторической реконструкцией понимаю эксперимент. Эксперимент по воссозданию либо предметов, либо каких-то исторических событий, связанных с определенным периодом истории. Здесь несколько моментов, начиная от воссоздания предметного ряда, воссоздания каких-то конкретных событий, батальных, может, событий, с одной стороны. И с другой стороны, это технология воспроизводства вот этих моментов. Это может быть и с помощью информационных технологий, да, мы можем модель трехмерную там сделать и прочее. И можем воссоздать это вживую. Эффективно все. Потому что в 3D-модель мы можем создать те моменты, которые просто, ну, очень сложно, да, сделать в реальной. Допустим, там, вот, в 1634 году калмыки штурмовали Тару и полгорода сожгли. Мы, конечно, это не сможем воспроизвести, но вот 3D-модель этого пожара, да, и какая часть крепости была разрушена, какие башни устояли, это мы можем сделать. Театрализованная постановка, она показывает очень наглядно именно конкретику боя, конкретику применения оружия. Все мы говорим о том, что Ермак и другие русские отряды, пришедшие в Сибирь, побеждали за счет огнестрельного оружия. У меня вопрос, а каким образом действовало это оружие? Каким образом достигался превосходство над тем же луком, да, из которого можно выпустить было 20 выстрелов, пока вы выстрелите второй раз? Вот, то есть вот в этом, вот в этих моментах и нужно разбираться с помощью исторической реконструкции. В любой исторической реконструкции есть предел знаний. Конечно, и неважно, там, викинги или вот сибирская история, или даже вот реконструкция Великой Отечественной войны, все равно есть предел, которым мы перешагнуть не можем. То есть это, прежде всего, субъективный фактор. В каждом сражении, в каждой стычке, в каждой бытовой жизни находился человек, который выходил из общепринятых традиций, делал по-своему. Один воюет одним мечом, другой воюет двумя мечами, правильно? А третий кувалдой. Мы можем воссоздать только, я бы сказал, схему, как это все происходило. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как и в любой другой профессии, чтобы добиться успеха в реконструкторстве, необходимо стать настоящим экспертом. Поэтому серьезно относящиеся к делу люди имеют достаточно знаний, чтобы, например, заниматься воссозданием материальной культуры конкретной эпохи. Здесь у нас находится мастерский по обработке металла, где мы занимаемся изготовлением макетов и реплик вооружения, снаряжение, амуниции, необходимой для ведения огненного боя тогда того времени, ну и современности тоже. Все наши стволы и снаряжение уже заранее холщено, приведено в соответствии с законом. Оружие у нас выполнено в основном макеты и реплики, то есть это точное соблюдение размеров и параметров, но с небольшим отступлением и выполнен современными технологиями. То есть мы используем токарные работы, фрезеровочные, сварочные работы используем, ну и также современный инструмент по простой причине, потому что у нас просто это есть, в отличие от того времени. Здесь у нас представлено несколько видов вооружения того времени, начиная с самого простого, это ручница. Появилась она приблизительно в начале 16 века. Очень простая вещь. Небольшой короткий ствол, замок там трутовый находился. Труд – это такой гриб, который вываривали в специальном составе, а потом хранили в специальной сумочке и использовали для того, чтобы зажечь заряд. Он вставлялся сюда вот в колечко такое, на полочку засыпался порог, в затравочный ствол, зарядный порог вместе с пулей и пыжом. Вставлялся и воспламенялся заряд, проходил выстрел. Следующий этап уже идет чуть позднее. Это появились мушкеты. Данный мушкет конкретно состоит, по сути, из двух частей. Ложь взята от более позднего мушкета 1610 года, а сам же ствол сделан от более позднего. Ну, потому что сохранились только такие чертежи. Проблема в основном в том, что очень мало сохранилось именно вот этих всех размеров, чертежей и всего остального. Не с чем работать иногда. Сегодня в России существует более 650 официально зарегистрированных клубов исторической реконструкции. Им есть где разгуляться. Диапазон выбора исторического периода простирается от неолита до середины прошлого века. Форматов визуализации много, но доминирует всего два. Это так называемая живая история и военно-историческая реконструкция. Живая история – это по-другому экспериментальная археология. То есть это воссоздание предметов, событий, технологий, которые существовали когда-то. Делается это в экспериментальных целях для понимания, как происходили исторические процессы. Военно-историческая реконструкция – это, можно сказать, одно из узких направлений живой истории или экспериментальной археологии, который изучает только военную специфику, военную материальную культуру и пытается ответить на вопросы, ну вот как воевали, в какое время, как побеждали, почему проигрывали. Военно-историческая реконструкция сейчас намного более популярна и известна. Вот вроде как бы казалось бы узкое направление, но тем не менее. В силу того, что военно-исторические реконструкторы, те, кто в этом узком направлении работают, могут организовывать большие массовые событийные мероприятия, в том числе и мы, военно-исторические фестивали. И всегда это ярко, красочно и очень громко. И, конечно, на это хочется прийти и посмотреть. С другой стороны, изначально реконструкция – это профессиональная деятельность, она зародилась в новинстве. Вот как ученый ты можешь быть реконструктором, ну, должен быть реконструктором, на самом деле. Практически в любой гуманитарной науке. Реконструкция же не обязательно может быть вещественной, она может быть теоретической. И, конечно же, реконструкция может быть еще профессией. Вот в нашем случае, это яркий пример наш клуб, это на уровне популяризации истории. На сегодняшний момент я и мои друзья, уже немаленький коллектив, мы начинали как простые реконструкторы, а сейчас это наша профессиональная деятельность на уровне именно популяризации и просветительской деятельности. Мы столкнулись с очень серьезными системными проблемами социальными у нас и в регионе, здесь сейчас, не даже не в стране, а просто в регионе. Очень низкий уровень знаний региональной истории, который влечет за собой отток молодежи из региона. Образовательные процессы и процессы в сфере культуры, то, что называется культурная революция, они очень длительные. Ты можешь их только начать толкнуть. Сейчас у нас есть большое количество учеников, которые являются носителями идей, которые мы с моими друзьями, уже сорокалетними людьми, в них заложили. Есть такой профессиональный термин, как выгорание, ты можешь просто выгореть. Ну, скажем, вот в свое время, в начале, в середине 2000-х годов, наша эпоха, которой мы занимаемся, эта эпоха XVII века, это была эпоха уставших реконструкторов. Те, кто наигрался в викингов и в рыцарей, уходили, ну, считалось в легкую такую эпоху, где не нужно, так сказать, какие-то тяжести, хотя она потом оказалась самой сложной, на самом деле. Ушли, вот, ну, условная пенсия. Они не ушли из реконструкции, но ушли в какую-то более простую тему, как тогда казалось. Ну, бывает, люди просто выгорают, им надоедает какая-то деятельность. Так же, как человек был педагогом, потом вот все, он там 20 лет отработал, ему это все уже надоело, и он ушел. Вот такое-то оружие. Соседний постерских занимается производством доспехов и остального снаряжения, не просто нужного для нужд клуба. Военно-историческая реконструкция это изучение, в первую очередь, материальной культуры, военной материальной культуры. Что такое? Это оружие нападения и оружие защиты. Доспехи — это необходимый, вот, на протяжении, да и сейчас, в современном мире, необходимый атрибут и необходимый элемент вообще у всех военных. Если говорить про эпоху 16-18 века, то это эпоха кольчуги и кольчатопластинчатого доспеха. Вот как раз то, что мы сейчас видим на столе, мы делаем кольчуги и по технологии, мы колечки свариваем, мы колечки клепаем, у нас все по-настоящему. И это еще эпоха кольчатопластинчатых доспехов. Это вот как раз вы сейчас видите на столе металлические пластины, соединенные между собой, которые идут в накладку в два или в три ряда. На Руси их называли «бахтерцом». Очень любимый и очень удобный и функциональный доспех. Почему такие доспехи применялись в эпоху? Они обеспечивают маневренный бой с использованием дистанционного оружия, с использованием лука, а потом огнестрельного оружия. Так как первые модели огнестрельного оружия, они еще сосуществовали на одних полях сражения и совместно замечательно уживались еще практически 150 лет. Кольчуги я очень люблю делать. Ну, как-то вот у меня получается, даже частенько после тяжелого трудового дня. Кто-то там вяжет, да, кто-то крестиком вышивает, а я могу сесть, часов поплести, успокоиться. Очень успокаивающее действие. Ну, и мне нравится очень эстетический вид. Когда у нас проходят военно-исторические реконструкции, внешний вид и самого себя любимого, и ребят, конечно, он такой прям завораживающий, скажу честно. Сколько лет уже этим занимаюсь, и все равно глаз не замылился, и каждый раз мне доставляет удовольствие смотреть вот на наши баталии, как это именно выглядит с точки зрения художественной. Мы производим длинноклинковое холодное оружие начиная с 16 века, заканчивая 17 веком. На данный момент я изготавляю оружие, образец которого хранится в Казахском национальном музее. Данный вид оружия ходил в конце 17 века, в 18 веке на территории Казахстана у состоятельных воинов. Сабля находится в стадии изготовления, поэтому законченного образца нет. До этого я работал над изделием сабля Боярина Конищева Дмитрия Ивановича Годунова, дяди царя Бориса Годунова. Это сабля конца 16 века. Оригинал хранится в запасниках Эрмитажа. Описана в некоторых научных работах, как российских, так и польских. Мы взялись за изготовление этой сабли, потому что она простая по своей геометрии клинка и подходит под тот период, который мы реконструируем. У меня в руках пока что рабочая версия, заготовка. На данный момент у нас готово уже несколько изделий. То есть вот так она как-то выглядит. Сам клинок вырезается из листа металла, доводится вручную при помощи механизированным способом, при помощи углошлифовальной машины. Крестовина изготовляется также из листового металла, из двух половинок потом сваривается. Точно так же, как она изготовлялась в те времена. Отдельно изготовляются, потом уже непосредственно по клинку изготовляются ножны. Это уже другими мастерами ребята занимаются. И потом изготовляется обвес. Сабля готова к применению. Мы занимаемся реконструкцией исторического костюма начиная с 17 век. Это и русский костюм, и служилые люди, и времена Петра Первого, и 812 год. В зависимости у нас как по теме выпадает проект. И мы изготавливаем. Костюмы мы изготавливаем бывает всяким способом. Мы, конечно, делаем все достоверно, стараемся все сделать на руках, как шили раньше в старину. Для изготовления тканей у нас есть вот за вами находятся ткацкие станки. Один из них заправлен в рабочем состоянии. У нас есть специалист, который умеет это делать. Вот у нас из ткани домотканой, что сделано под руководством нашего специалиста. Сделали дети сами, учащиеся. Была соткана ткань, вот это вот зимний вариант сукно. И полностью здесь изготовили. Правда, подклад это, конечно, покупная ткань магазинная, но, тем не менее, это стопроцентный лен. Сделано все вручную. Здесь нет ни одного машинного шва. Вплоть до того, что вот эти верхние строчки, вот это все плетено на руках, пришито все на руках. Ну, в общем, здесь полностью как бы соответствует описаниям исторического костюма кафтана. Это у нас проект одежды монгольского служилого человека. У нас поступили такие источники. Я вот использовала чисто визуально. Вот смотрю, нет, не выкроек, ничего. В общем, все методом, как говорится, проб и ошибок. Мои обязанности входит обработка, ну, создание, реконструкция и обработка изделий из кожи и частично меха. То есть, будь то обувь, одежда или же снаряжение. К примеру, это, конечно же, полная реконструкция таких изделий, как налуч, обувь, подложки и прочее снаряжение. Причем, это разные эпохи, не одна, будь то 16-17 век это у нас налуч и колчан, к примеру. Также 1812 год, сумма патронная, кивер, раннеспоходный. Это у нас снаряжение русского пехота 1812 года. Это у нас сумма патронная, получается, двухклапановая. Здесь хранились, у нас стоит такая деревянная колодочка, в которой были 8-16 отверстий для хранения патронов. Делалось, в принципе, у них практически в полевых условиях они могли отличаться, то есть ГОСТа не было. Также здесь был еще дополнительный мешочек для хранения фитилей и тому подобное. По процессу изготовления я бы сказал, что оно ничем не отличается, только именно самой изделия нет, а вот колодочка, которая здесь деревянная, она могла отличаться тем, что она была неровная. То есть здесь она сейчас делается на станках, все как ровненько, четенько подбирается по форме. Там же они могли быть кривые и все. Некоторые изделия, конечно же, нельзя сделать на станках, но некоторые все-таки облегчают нам жизнь. Это элементарно, делаем колодочки из дерева, чтобы подгонять. Это упрощает работу и при этом оно не переключается с технологиями изготовления. Если делать изделия для музея, конечно, там все делается вручную, но когда нужно сделать, например, много налучей и колченой для фестиваля, там можно маленько этим пренебречь, так как внешний вид не отличается и свойства материала тоже. Поэтому можно использовать какие-нибудь прессы для тиснения, чтобы быстро сделать, например, орнамент. Самое дешевое здесь, наверное, будет подложечник. Тут всего у нас получается два кусочка кожи. Такой вот обойдется рублей. Именно себестоимости около 120 рублей. Использовался в походе с лужими людьми в конце 16-18 века, грубо говоря. Здесь хранилось ложки, то есть гигиена всегда была на высоте в военное время. Здесь делались отверстия, они под на шнурочки на ремень и носились. Ложка всегда была чистая. Самый дорогой и здесь, наверное, присутствующий это будет кивер. Это русская пехота 1812 года. Здесь слишком много сложных технологий, таких как тиснение, плетение и, конечно же, самое сложное здесь, я бы сказал, это тиснение дна. Также здесь используются разные технологии и дополнительные фурнитура. Оно у нас уже обходится в 17-17,5 тысяч. Мы сотрудничаем с разными музеями, археологами, они дали нам информацию, источники. По ним мы смогли найти подходящую, почти полностью воссозданную копию, ну не копию, а даже реконструкцию. И на основе ее мы пытаемся сами воссоздать, делаем пробники, пробуем технологии, потому что даже когда у нас есть точные инструкции, технологии и материал, все равно есть всякие отклонения, непредвиденные обстоятельства. и именно когда ты их воссоздаешь макеты, ты чувствуешь эти тонкости. До того, как я стал реконструктором, я занимался спортом, именно углубленной, и очень сильно увлекался компьютерными играми. То есть такой особой творческой деятельности у меня не было. Я просто прожидал жизнь. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Создание костюмов, оружия и прочее материальной культуры это важный, но не ключевой момент реконструкции. Если вы, например, решите воссоздать историческую битву, но ваши воины не умеют фехтовать, то история превратится в фарс. Поэтому реконструкторы уделяют большое внимание умению сражаться. МОТОРА Мы показываем мероприятие военно-историческое, где показываем войну, а для служилого человека, но вообще для любого военного человека – это основной навык. Если мы не будем уметь этого делать, во-первых, мы не сможем показать весь диапазон того, что имел человек, а во-вторых, мы будем выглядеть неорганично на площадке. Мы тренировки проводим два раза в неделю, иногда три. Все зависит от свободного времени, ну, минимум два. Травмы случаются нечасто, я даже скажу, это исключение из правил, так как, ну, в высокой степени, вообще уровень техники безопасности. И, в принципе, то, чем, например, занимаемся МЛИП, ну, больше тяготеет к сценическому фехтованию. То есть это историческая основа, это исторические движения, это изучение исторических источников. Но все-таки мы ставим себе задачу не покалечить своего партнера, а показать, как будто это правда. Данные тренировки включают в себя очень много и динамики, и статики. Это очень серьезные тренировки, где тренируются все группы мышц, без исключения. Вчера у нас проходила тренировка, вроде бы шла час двадцать, и ребята отсюда уползали. Ну, потому что вроде как немного чуть попрыгали, поработали на координацию, поработали на руки, на ноги, а в итоге получилось, что большая комплексная тренировка практически без передыха была. И во вторую очередь, это исключение. Там уже нужно было на кого-то отсюда. Кровопролития в этих битвах нет и не будет, потому что задачи у реконструкторов иные. Самая миролюбивая армия в мире сражается за сохранение наших традиций и историй. Но, несмотря на специфику своего дела, реконструкторы не оторваны от реальности. Они так же, как и мы, ходят в магазины, отводят детей в школу и решают бытовые проблемы. Единственное, что отличает их от нас, это неугасаемое пламя любви к истории, которым они готовы зажечь сердца других. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok